Раз, два, три, четыре, пять. Как ты слышишь? Хорошо, Алена. Да. Луда. Да. Вова. Да. Аня. Да. Олег. Да. Что это? Покажите. Вова. 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 Развитие слухового восприятия и формирование произношения осуществляется на всех фронтальных занятиях. Классы оборудованы качественной звукоусиливающей аппаратурой. Для каждого ученика подбирается оптимальное усиление звука. Открывайте. Олег. А-та-та. А-та-та. Скажи хорошо. А-та-та. Послушайте. Дом. Дом. В подготовительном классе основной материал для восприятия на слух слова. Лопата. 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 Будем играть в лотон. Плохо. Ну-ка еще. Еще раз скажите. Будем играть в лотон. Молодцы. Молодцы. Громко. У кого? Покушайте. Лопата. Лопата. Хорошо. Молодцы. У кого еще лопаты? У кого еще лопаты? Лопата. 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 Хорошо. Скажи, Аня. Мама. Эти слова знакомы детям по содержанию, по звучанию и доступны для произношения. Идет второе полугодие. У кого? Лампа. Лампа. Умница. Хорошо. Лампа. Молодцы. Говори, Олег. Лампа. 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 Хорошо. Лампа. Лампа. Элементы игры эмоционально окрашивают урок и способствуют поддержанию интереса детей. В ходе игры в лото дети воспринимают речь учителя слухозрительно. Отдельные слова только на слух. Развитие остаточного слуха глухих детей создает качественно новую слухозрительную основу для восприятия устной речи и формирования произношения. Лампа. Лампа. Слушайте внимательно. Какой сейчас урок? Отвечай, Аня. Кто? Кто? Послушайте еще. Отвечай, Аня. Уже с первой четверти первого класса основной материал для восприятия на слух – фразы. Отвечай, Аня. И так урок. Отвечай, Аня. Отвечай, Аня. Отвечай. Юра! 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 Юра, подойди к столу. Дай поручение ребятам. Возьми! Возьми! Молодец, хорошо. Заташа, возьми, пожалуйста. Дай, нажми, пожалуйста. Хорошо, молодец. Послушайте внимательно. Мы будем строить дома. Кто уехал? Повтори, Аня. Мы будем строить дома. Хорошо, будете выполнять поручение. Возьмите четыре арки. Поставьте в один ряд. Возьмите еще четыре арки. Поставьте сзади. Поставьте сзади. Поставьте сзади. Для восприятия на слух даются не только знакомые, но и незнакомые по звучанию слова и фразы. Слово сзади еще не знакомо детям по звучанию. Говори, Юра. Говори, Юра. Я. Поставьте. Поставьте. Арки. Затки. 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 Произносительные ошибки детей учитель исправляет на основе подражания. Затки. 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 Хорошо. Положите сверху. Если после двух повторений материал не воспринимается на слух, он предъявляется слухозрительно. В ходе фронтальных занятий дети воспринимают речь учителя в основном слухозрительно. Речевой материал, который предлагается только для слухового восприятия, входит органической частью в содержание урока. Затки. Ни приятного ап Решите пример. Сумму чисел 5 и 3 увеличить в 5 раз. Павлуша, повтори задание. В третьем классе дети учатся воспринимать на слух не только речь учителя, но и речь друг друга. С этой целью они пользуются маленькими экранами. Скажите ответ. Света, пожалуйста. Света. За экраном. Скажи лучше. Света, пожалуйста. Сумму чисел 7 и 2 увеличить в 3 раза. Сумму чисел 7 и 2 увеличить в 3 раза. Повтори, Таня. Повтори. Повтори. Пожалуйста, повтори. Повтори. Сердце не потят, не волнуйся, в три раза. У Павлуши ошибка, ошибка, какая она корреляна. Сумму чисел 7 и 2 увеличить в три раза. Сумму чисел 7 и 2 увеличить в три раза. Скажите ответ, Марина. Сумму чисел 7 и 2 увеличить в три раза. Сумму чисел 7 и 2 увеличить в три раза. Сумму чисел 7 и 2 увеличить в три раза. Сейчас урок техники речи. Говорите хорошо, с ударением правильно произносите звонкие звуки. Договорились, хорошо. Будете угадывать, какую строчку слогов я скажу. Использование современной звукоусиливающей аппаратуры позволяет формировать произносительные навыки на основе подражания речи учителя. Специальные работи над произношением посвящены уроке техники речи. Павлюша, которую строчку сказала Таня? В тартам сказано, в тару, в тарашку. Правильно, Таня? Правильно. Правильно. Теперь я назову картинку. Вы угадаете картинку и поставите в таблицу. Понятно задание? Послушайте внимательно. Приказа. Повтори, Таня. Правильно сказала Таня. Ударение. Правильно. Повтори, пожалуйста, Марина. Марина, повтори слово. Хорошо, верно. Посмотрите, пожалуйста. Таня, поставь картинку, пожалуйста. Так, а вы все быстренько придумайте, Таня, задание. Пожалуйста, Света. Задание. Еще раз. Задание. Хорошо. Посмотрите, правильно Таню поставим или нет? Правильно. Правильно. Марина. Назови ударный ферак. Хорошо. Пожалуйста, Таня. Ударный ферак. Ударный ферак. Да. Зад. Ну, назови. Казар. Какой слов? Один слов. Ударный ферак. Правильно, Таня, сказал. Марина, пожалуйста. Зад. 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 Все, старик, пожалуйста. Зад. Таня, ошиблись немножко. Зад. Хорошо. Молодец, Таня, сказала правильно. А сейчас будете угадывать слова по ритму. Апа. Зад. Придумайте слова. Придумала. Так, хорошо. Таня придумала, Павлуша. Марина придумала. Сережа, придумал слово. Хорошо. Скажи ритм, Таня. Скажи ритм за экраном. Та-та-та. Хорошо. Повтори, Таня. Включи аппарат. Повтори, Таня. Та-та-та. Хорошо. Услышали. Та-та-та. Какое слово сказала, Таня? Сколько слогов? Пожалуйста. Подожди, Сережа. Сколько слогов, Марина? Пр-слога. А теперь придумайте подобное слово. Могать, Могать, Могать. Понятно. Самонад. Как дядя. Таня, правильно. Можно, но ты не угадал. Не угадал. Не угадал. Хорошо. Марина, пожалуйста, какое слово? Мега-раза. Таня. Нужно, но ты не угадал. Не угадал. Не угадал. Хорошо. Сережа. Быстрее. Говори. Велосипед. Неправильно, Павлуша, почему? Правильно. Правильно. Давайте проверим. Проверим. Неправильно. Сколько слогов? Четыре слога. Волосы. Четыре слога. Четыре слога. Сколько слогов, Павлуша? Три слога. А ударный, пожалуйста, первый слог ударный. Первый слог ударный, а Таня просила третий. Сережа ошибся, не угадал. Таня, скажи за экраном, какое слово ты задумала. Парахат. 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 Деревня. Деревня. Неверно. Правильно, Марина. Парахат. Неправильно. Павлуша. Самала. Нет, ты не послуша. Таня, скажи без экрана. Без экрана скажи. Парахат. Парахат. Таня задумала. Хорошо. А сейчас новое задание. Внимательно посмотрите на картинку и скажите, какое предложение изображено. Угадайте, какое предложение изображено. Парахат. 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 Я тут, пожалуйста. Хорошо. Парахат придумал. Придумал. Так. Ты же увиделся. Молчи-молчи. Парахат. Хорошо. Придумали. Пожалуйста. Кто знает. Кто знает. Хорошо. Скажи, Света, пожалуйста. Хорошо, говори. Предложение угадали? Услышали? Хорошо. Давайте проверим. Итак, развитие слухового восприятия и формирование произношения глухих школьников осуществляется в ходе всего учебного процесса, включая фронтальные занятия. Не знаю. Лодочки. Хорошо. Так, а сейчас будет следующее задание. Будет интересное задание. Я посмотрю, кто хорошо будет думать. Субтитры создавал DimaTorzok